Какое счастье, когда на улице минус 21 и солнечно, у нас плюс 25 в студии. Это очень приятно. Мы люди теплолюбивые и поэтому с удовольствием желаем всем тепла и приветствуем тех, кто проводит утро среды в спортивном режиме. И, собственно, напоминаю, что сегодня 29 января, то есть считанные дни, буквально через неделю стартуют Олимпийские игры в Сочи. Понятное дело, что наша программа никоим образом не может обойти это великолепное событие. И так или иначе мы знакомим вас с олимпийскими чемпионами, те, которые едут на игры в Сочи, те, которые получили олимпийские лицензии. Сегодня у нас в гостях человек, который, а, любит тепло, я так подозреваю, судя по виду спорта, который был выбран, и, б, конечно, знает, что такое Олимпиада. Он не понаслышке знает про те эмоции, которые испытывает спортсмен, когда получает туда лицензию, и про те эмоции, которые он испытывает, когда, наконец, получает заслуженную, долгожданную, вымученную, вытренированную награду. Собственно, в гостях у нас Александра Пацкевич, олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, чемпионка двукратная, если я не ошибаюсь, Европы. Саша, доброе утро. Доброе утро. Для тех, кто хочет задать красавице Александре вопрос, во-первых, конечно, призываю посмотреть на телетрансляцию и понять, что я никоим образом не делаю излишних комплиментов, действительно, констатирую факт, смотрите. И можно 65, 10, 99, 6, код города 495, набрав эти цифры, задать Саше непосредственно вопрос, либо сайт Финам.фм, страничка программы на своем поле, тоже все в вашем распоряжении. Саша, ну вот я понимаю, что вы, конечно, человек, во-первых, летний, во-вторых, для вас сейчас это Олимпиада, ту, которую вы будете смотреть, но, тем не менее, я думаю, что даже вы испытываете какое-то вот такое, может быть, похоже на предстартовое волнение, нет? Да, я тоже нахожусь в преддверии Олимпиады, потому что я прекрасно понимаю спортсменов, которые будут принимать участие на Олимпиаде в своих родных стенах, в своей стране. Вообще, я люблю наблюдать, в принципе, за любыми видами спорта, независимо, летние это или зимние. И, естественно, если это Олимпиада, я не могу ее обойти стороной, обделить как-то вниманием, постараюсь максимально возможное количество времени привести перед телевизором, поддерживая наших спортсменов. Ну вот, вы знаете, у меня в семье была традиция, мы со старшим братом, большим поклонником спорта, всегда брали, правда, во время летних Олимпийских игр отпуск, садились дома перед телевизором, и чтобы нам никто и ничто и не мешало, мы сидели и наслаждались. У вас нет такой идеи вообще побросать все и сидеть исключительно смотреть все трансляции, которые будут? Или так вот, поскольку вы все-таки человек, я так понимаю, достаточно занятой? Ну, во-первых, это очень приятно слышать, что я действительно такие фанаты спорта, с удовольствием бы занялась тем же самым, если бы была такая возможность, но на данный момент я, к сожалению, не имею такой возможности взять какой-то отпуск, именно для того, чтобы планомерно смотреть Олимпийские игры, хотя мне этого бы очень хотелось, но я надеюсь все-таки, что наша страна сделает именно так, как мы все уйдем на отпуск на этот месяц и будем поддерживать наших ребят. Саша, ну, ваше занятие спортом и синхронным плаванием, в частности, это все-таки достаточно большой отрезок времени, это даже, наверное, не годы, а десятки лет. Вот, собственно, сейчас в каком объеме профессиональный спорт присутствует в вашей жизни? Ну, занимаюсь я с пяти лет, то есть это уже 20 лет, это моя работа, и без нее я не могу, это как привычка, это как наркотик для любого спортсмена, когда ты выступаешь, когда ты получаешь эти эмоции, этот адреналин, эту поддержку со стороны, да, твоих близких, с твоей стороны, это уже превращается в такое вот, ну, как наркотик, да. Ну, конечно, ты не можешь без этого сейчас, как бы, я нахожусь во временном таком перерыве по причине своего здоровья, вот, но, как бы, я надеюсь, что, не надеюсь, я уверена, что это буквально на ненадолго период времени, и я восстановлюсь, буду дальше. То есть вы не ставите пока точку в своей спортивной карьере, вы берете временный такой вот отпуск, тайм-аут? Ни в коем случае, ни в коем случае, нет, я прекрасно понимаю, что готова, я еще не доплавала свою, не завершила, не сказала свое последнее слово в синхронном плавании, и подстегивает, конечно, то, что ближайший чемпионат мира по водным видам спорта будет проходить у нас в стране, и после универсиада в Казани я могу сказать, что это огромный стимул, чтобы попасть на этот чемпионат мира. А как вам вообще Казанский бассейн? Ведь его строили с прицелом тренировочной, да, такой вот, перед сочинскими играми, чтобы посмотреть, как все это будет, и все объекты, как будут функционировать с прицелом на чемпионат мира в 2000, соответственно, какой сейчас год? А, сейчас 14, да, в 2015 году. Вот насколько он действительно хорош, насколько та инфраструктура, которая построена была для универсиады, она соответствует мировым стандартам? Вы знаете, у нас вообще, в принципе, в стране принято какие-то решения, да, всегда обсуждать, и почему-то в негативные стороны, то есть очень много ходило рассуждений и слухов, что, да нет, это невозможно, там будет не очень, нехорошо, что-нибудь не так. Я могу вот с чистым сердцем, вообще на душе сказать, что, если сравнивать Олимпиаду в Лондоне и Казани в 2013, разницы практически не было никакой. То есть универсиада была на уровне Олимпийских игр, действительно. То есть это было в организационном плане всё отлично, во всех постройках, всё, что для спортсмена, отъезд, приезд, столовая, все спортивные сооружения, всё, что я видела, где я была, где я тренировалась, было на самом высшем уровне, и действительно, я считаю, что это мировой уровень. Но я так понимаю, что ваша, конечно, основная база — это Подмосковье, в Новогорске, да, у вас? У нас город Лобня, озеро Круглым. А, на озеро Круглым, точно. А будете ли вы периодически выезжать в Казань для того, чтобы, ну, может быть, как-то приноровиться к тому бассейну, в котором предстоит выступать, может быть, как-то просто использовать его в качестве тренировочной базы, там, другой климат? Может быть, вот есть какие-то планы у тренерского штаба, или вы пока не посвящены, что будет с этим бассейном? Мы, конечно, не посвящены, но я надеюсь, что не только мы будем выезжать для того, чтобы проводить там сборы и тренировки, и надеюсь, что будут там проводиться различные соревнования и российского уровня, и мирового масштаба. Поэтому Казань для этого абсолютно готова, и почему бы и не поехать, в принципе, туда? Ну, собственно, что сидеть на Круглом, что поехать тут, собственно, недалеко. Тут, в принципе, доехать по Ленинградке до Круглого, может быть, и по времени так же, как и до Казани долететь. Ну, я думаю, что пока, конечно, вы сосредоточены на восстановлении собственного здоровья, но вот, как мне кажется, у представителей такого изящного вида спорта, как синхронное плавание, равно как у фигуристов и у художественных гимнасток, он достаточно ограниченный возрастной ценз для того, чтобы заниматься. Вот по примеру ваших подруг старших, по примеру, может быть, там тренеры кто-то рассказывали, вот максимально сколько лет у вас еще есть, чтобы себя реализовать? Ну, в принципе, это все зависит индивидуально от спортсмена. Естественно, так как мы женщины, у нас еще есть какие-то другие цели в жизни, да, рождение детей, построение семьи. И все зависит от того, насколько девушка, как бы, во сколько она готова стать мамой, да, и насколько у нее есть для этого возможности. Ну, в принципе, где-то до 31, 32, 33 лет, если ты находишься в хорошей физической форме, да, если ты на уровне сборной команды России, то ты в полном праве имеешь, как бы, выступать, попасть в команду. То есть никто не будет говорить, а, деточка, ты смотрела свой паспорт, а не говорит, нет, смотри, какая хорошая форма, пожалуйста, продолжай заниматься. То есть такого нету? Ну, в принципе, нету. Я знаю, что есть у нас спортсменка из Чехии, я вот даже, честно говоря, не знаю, сколько ей лет, но она уже очень возрастная спортсменка. Ну, то есть она тоже выступает в групповых каких-то? Она выступает в дуэтной программе, не в групповой, да. Слушайте, ну, молодец. Да, и в соло. То есть, смотрите, Саша, вы еще попадаете вполне 100% в будущий олимпийский цикл до 2016 года, вы вполне вписываетесь, а то и до 2020. Я надеюсь, да. Главное осталось со здоровьем теперь решить вопросы. Да. Ну, вы какой-то вот для себя, может быть, или в медике поставили какой-то срок, вот когда вы должны восстановиться, когда вы должны приступить к тренировкам? Ну, где-то до начала весны я начну входить в форму. А нет желания все побросать и побыстрее пойти в бассейн, потому что уже устали отдыхать? Вы знаете, не могу сказать, что, честно говоря, что я сейчас отдыхаю, потому что все равно я занимаюсь лечением, и все равно это лечение связано с нагрузкой именно, накачкой мышцы и так далее. В этой сфере все равно я занимаюсь какой-то физкультурой, да, то есть, в принципе, я не могу сказать, что я занимаюсь тем же самым, да, делом. Вечный бой, покой нам только снится. Добавлю, что у нас сегодня Александр Пацкиевич в гостях, вернемся к нашему разговору через минуту. Возвращаемся в студию, возвращаемся к нашему разговору. Сегодня в гостях у нас Александр Пацкевич, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию. Саша, еще раз вас приветствую. Доброе утро. Мы с вами заговорили по поводу вашего временного пока отсутствия в бассейне в связи с восстановлением здоровья. Саша, ну, насколько я понимаю, у вас ведь достаточно большая конкуренция в виде спорта, и для того, чтобы попасть действительно в команду, которая едет на крупнейшие турниры, в том числе, например, и Олимпиаду, и Чемпионаты мира, нужно ведь не только обладать шикарным здоровьем, нужно еще обладать тем умением, которое выгодно отличает вас от ваших конкуренток. Вот эта бесконечная конкурентная борьба за место под солнцем, она тяжело вам и психологически, и физически дается? Тяжелый вопрос. Вы знаете, спорт, в принципе, вещь очень сложная. В моральном плане, если рассматривать какую-то конкурентную борьбу, мы все девочки в команде, у нас между собой нет такого. То есть мы все равно одна команда, вне зависимости от того, кто в каких программах стоит, кто в каких не стоит, мы все равно друг друга поддерживаем, помогаем, когда нужно. То есть у нас нет такого, что, ага, я там пойду и сейчас там порву купальник, не знаю, еще что-то. А вы это честно сейчас, Саша, говорите? Абсолютно нет. Потому что в девчачьем коллективе, мне кажется, все равно присутствует. У нас бывают какие-то, ну, это ссоры, да, но это все происходит именно в бассейне на работе, то есть по поводу каких-то там движений, то есть именно в процессе постановки или в процессе отработки. У нас бывают мнения сталкиваются, и вот одна на одном, вторая на втором, потом одну защищает, другую защищает, в общем, начинается. Но, в принципе, это все заканчивается достаточно мирно, никогда этих каких-то у нас инцидентов не было. Вот, а в принципе, вот по жизни мы, в принципе, дружны между собой, то есть мы можем поехать вместе отдохнуть там, ну, не все там 10 человек в одно место, ну, так, разбиться компаниями, поехать отдохнуть, еще куда-нибудь сходить, в кино, там, театр, именно на выходном дне. То есть, в принципе, если когда, как будто что-то нужно, я всегда знаю, что у меня есть, как минимум, моя команда, которая мне поможет в любом плане, в моральном, материальном, не знаю, в каком угодно. Но это заслуга вашего коллектива, это заслуга тренеров, которые устроили и обустроили вам такую атмосферу, или просто вот так вот складывается, вы понимаете, что у вас есть одна цель, вы профессиональные спортсменки, и все остальное, личное, какое-то то, что отягощает иногда, все остается за пределами бассейна, здесь вы работаете, здесь у вас только профессиональные качества должны работать. Вы знаете, мне кажется, к этому приводит каждый человек, который участвует в этом процессе, да, потому что, в принципе, я не могу назвать то, что у нас проходят сборы, то есть мы сборы, это ты выезжаешь на какое-то время, возвращаешься, да, и какое-то время находишься там, у нас сбор, он круглогодичный, то есть мы в течение, там, не знаю, ну, не 365 дней, да, конечно, здесь выходные, есть какие-то определенные праздники, где мы можем позволить себе отдохнуть, но вот дней, там, 300, допустим, да, в год мы проводим вместе, естественно, мы живем вместе, мы работаем вместе, мы работаем по 10-12 часов в день, то есть это, пока ты не спишь, да, ты никого не видишь, только ты проснулся, ты с командой, то есть, в принципе, это просто именно по-человечески тяжело. То есть, в любом случае, даже если ты выходишь замуж, ты своего мужа не видишь 24 часа, он на работе, ты на работе, у него какие-то хобби, друзья, у тебя то же самое, вот, тут еще сталкиваются интересы женские, да, потому что, ну, все-таки девочки, женский коллектив, тут даже говорить не о чем. Но вы правильно сказали, что мы понимаем прекрасно, что наша медаль, вот, моя олимпийская медаль, я ее делю на, как бы, как минимум на 8, кто выступал, плюс тренерский состав, медики и так далее, да, то есть, мы идем к одной цели, мы не можем быть сами по себе, поэтому тут приоритеты другие. Саша, вот смотрите, есть ваша группа, которая выступает, вас 8 человек, вы невероятные красотки, когда вы ходите вот на бассейн, да, к бассейну выходите, когда вот вы делаете самые первоначальные шаги уже перед публикой, и, как правило, знают в основном солисток и тех, кто выступает в дуэте, вы представляетесь красотками, но как-то вот вас по именам не знают, вот это вас не расстраивает, не напрягает, как выходит, не знаю, тренер и говорит, так, вот ты в дуэте выступаешь, а ты выступаешь соло, как это все происходит, вот, подноготное? Ой, ну, вы знаете, во-первых, у нас тренер команды и тренер дуэта, это два разных человека, и, в принципе, в состав дуэта входят спортсменки, ну, как бы, самые сильные спортсменки, они представляют страну именно в составе дуэта, либо соло. Поэтому, в принципе, такого, что нас выстраивают, проводят отбор, да, такого не бывает, то есть тренер, который занимается, отвечает за дуэт, это он, как бы, она, 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 она приблизительно представляет, да, кто с кем, тем более, это поколения растут, да, то есть это не просто так, ой, одни ушли, что же теперь делать, да, то есть все равно это тренеры занимаются с молодежью, с подрастающим поколением, все равно они видят, кто подтянулся, кто готов для этого, для этого, то есть, ну, это долгий такой рабочий процесс в течение десятков лет. У вас были когда-то, может быть, недовольства, что вас не ставят в программу дуэтов или не дают выступать с сольными номерами, или вы понимаете, что есть спортсменки, которые с этой задачей справятся лучше вас? Вы знаете, так как у нас столько времени были совершенно потрясающие девушки, спортсменки, которые стояли, выполняли эту функцию выступать в дуэте, таких мыслей у меня, в принципе, даже не было, то есть это четырехкратные олимпийские чемпионки, пятикратные, многократные мира, то есть, ну, это просто, как бы, для меня это были какие-то, да, кумиры в детстве, потому что я даже не думала, что я могу попасть и выступать с ними в одной сборной, да, то есть я сейчас даже об этом не задумываюсь, что я могла быть на их месте, потому что, ну, действительно, я бы, ну, как бы, я бы не могла, потому что это, я не пятикратная олимпийская чемпионка даже, ну, как бы просто, да, вот так вот по регалиям даже посмотреть, поэтому... Но неужели вы не хотите? Знаете, это, во-первых, очень тяжело физически, с тем учетом, что у меня есть проблемы со здоровьем, с травмой спины. Плюс это большая ответственность, двойная ответственность. Ты выступаешь не только, представляешь команду, но и выступаешь еще отдельно. Поэтому, в принципе, если бы были такие предложения, я бы их рассмотрела. То есть мы бы с тренерами сели, обсудили, если бы, уж пришлось бы. Но я абсолютно довольна тем, что я выступаю за команду. У меня есть своя функция, она достаточно тяжелая, ответственная. Я выполняю акробатические поддержки. Все, что делается над водой, в большинстве случаев это делаю я. Поэтому у меня своих проблем хватает по этому поводу. Ну, про вашу дружбу Светланы Ромашиной много написали. Вот то, что она выступает и ее больше знают, чем вас. Вас в ваших дружеских отношениях никоим образом не напрягает? Или это дружба дружбой, а работа врозь? Нет, вы знаете, абсолютно нет. Потому что дружить мы начали не тогда, когда попали в сборную. И дружить начали не мы, а наши родители. То есть это уже идет с очень давних времен, когда никто из нас никем еще не был. Поэтому вместе мы росли. Кто-то раньше, кто-то позже попал в команду, кто-то раньше стал больше. Ну, это я абсолютно признаю, что Светлана, она спортсменка высшего класса. И абсолютно счастлива за нее. То есть у меня нет какого-то такого, не знаю, зависти или что-то в этом роде. Надеюсь, что у нее тоже нет, потому что проблем в общении у нас нет. Слушайте, ну на самом деле это достаточно странно, потому что про женские коллективы ходят много разных слухов. И про то, как люди с друг другом конкурируют. И иногда эта конкуренция достаточно страшна в своих проявлениях. Поэтому приятно слышать, что у вас, в общем, все тихо, мирно. И все понимают в хорошем смысле, где место каждого. Но ваши тренировки, они же ведь за гранью, как мне кажется, разумного и реального. Потому что, когда ты приезжаешь на тренировочный сбор любого другого вида спорта, ты понимаешь, что там люди пашут. Что у них тоже нет, в общем, ни просвета, ни какого-то там, не знаю, способа вдохнуть и выдохнуть. Но по сравнению с тем, как работаете вы, это, в общем, просто прогулка по лесу. Вот эти физические нагрузки. Саша, вы молодая, красивая девочка. Зачем вам это? Хороший вопрос. Никогда не задумывалась. Никогда не задумывалась. Вы знаете, действительно, может быть, со стороны это все кажется, что это так красиво, так легко, они так порхают. Неправда. Для того, чтобы так порхать, нужно работать по 10-12 часов в день. И когда мы находимся на базе, нам сделали на базе такие стеклянные, стеклянную такую стену, через которую мы видим, что происходит вообще, в принципе, на базе. И когда мы видим, что у кого-то зарядка на улице, кто-то играет в шахматы, там у кого-то перерыв, да, кто-то гуляет. А мы все плаваем, плаваем. О, пошли на обед. Хорошо, мы поплаваем. А вы еще плаваете, да? Мы плаваем, да. То есть, в принципе, мы когда живем на базе, я так считаю, что мы живем там одни, потому что мы никого не видим. То есть, мы с утра завтракаем раньше всех, обедаем, когда уже все поели, а ужинаем вообще, когда уже все спим. Поэтому мы никого не встречаем, мы живем там одни, и такое ощущение, что база личная наша, что там никого больше нет, да. Ну, вы знаете, отвечать на ваш вопрос, зачем мне это? Для того, что я получаю от этого удовольствие. А можно получать удовольствие от 12-часовых тренировок, от того, что ничего, кроме синхронного плавания в твоей жизни нет? От тренировочного процесса сложно получать удовольствие, честно говоря, потому что это тяжело, это твоя работа, тебе нужно вставать, тебе нужно терпеть, преодолевать себя. Но это все забывается, когда ты встаешь на пьедестал, когда звучит гимн, когда поднимается флаг, и когда ты чувствуешь за тобой огромная страна, которая тобой вот сейчас гордится, да, и что ты какой-то вклад для людей, для своей страны делаешь, ну, я не знаю, это невозможно описать, это нужно только попробовать на своем. Я думаю, что немногие сейчас согласятся ради трехминутного гимна поработать лет 10, а то и 12, поконкурировать за место в сборной и потом получить такое право. Но ведь действительно вы сказали, что кажется так легко. Я прекрасно понимаю, насколько это нелегко, и понимаю, что за легкостью и точностью движений стоят многочасовые, то, о чем вы говорили, тренировки. А действительно есть люди, которые приходят и говорят, о, у вас там все легко получается, и вообще синхронное плавание – это такая красота и изящество, а вы нам там рассказываете, что это тяжело, есть такие люди или, в общем, в вашем окружении? Да ладно. Абсолютно есть. Как бы в моем личном окружении нет, потому что все прекрасно знают, что мне нельзя звонить, там, во столько-то, во столько-то я сплю, во столько-то я до меня просто не дозвонился, я тренируюсь. То есть, в принципе, люди представляют, как и чем я занимаюсь. В принципе, такие люди есть, и такие люди есть даже среди спортсменов. На что, как бы, мы просто говорим, ну, вы приходите, приезжайте на один день, ну, просто вот. Посмотрите, чем мы. Мы не просто плаваем. То есть, плавание занимает у нас, как бы, не самую, да, там, большую процесс, объем тренировки. Поэтому мы развиваемся разносторонне и в зале, и на воде. Это просто огромная работа, огромный труд. То есть, у вас есть ОФП, у вас есть тренажерка, у вас есть разминки, растяжки? ОФП, у нас есть хореография, у нас есть танцы, у нас есть тренажеры, у нас есть растяжка, у нас есть сухой просчет, у нас есть резина, у нас есть акробатика. В общем, это только зал, да, то есть, я не касаюсь воды. В общем, сложно что-то добавить, кроме того, что мы вернемся к разговору с Александром Пацкевичем через минутку. Совсем немного времени остается до старта зимних Олимпийских игр в Сочи. Понятное дело, что сейчас все наше внимание приковано к Олимпиаде, и в гостях у нас сегодня участница Олимпийских игр, правда, не белых все-таки, а летних. Александр Пацкевич, олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Человек, который понимает, что ни соло, ни дуэт ей не нужен, и она, в общем, вполне себя комфортно чувствует в групповых соревнованиях. Саша, еще раз вас приветствую. Для тех, кто хочет задать Саше вопрос 65, 10, 99, 6, набирайте 495 код города, можете написать сайт Финам.фм, страничка программы на своем поле и задать Саше вопросы. Саша, ну, расскажите мне, пожалуйста, а в тот момент, когда у вас есть немножечко свободного времени, вот, например, вчера коллективом смотрели вашу фотосессию шикарную, вы чем увлекаетесь? У вас есть какие-то отдушенные хобби, которые позволяют вам после напряженного, может быть, не одного дня, а целого месяца тренировок, как-то расслабиться, получить удовольствие? Что это может быть? Ну, во-первых, это сон. Я получаю от него огромное удовольствие. Потому что его мало. Да. Потом, ну, любая девушка, конечно, может себя отлить шопингом и едой. Это как бы просто постоянно, да, оно неизменно. Мне очень нравится, когда меня кто-то приглашает, когда я могу действительно посмотреть на себя в другом амплуа, то есть это либо какие-то фотосессии, да, вот, какие-то новые образы, примерить на себя какие-то другие, там, да, впечатления, получить другие впечатления, другие образы, посмотреть на себя именно со стороны, как, не на как на спортсменку, а как на какую-то медийную личность, да, куда-то сходить, с кем-то пообщаться, просто познакомиться с новыми людьми, вот это всегда интересно, побывать на каких-то открытиях, там, чего-либо, презентациях, потому что мы люди отрешённые, мы очень тяжело следить за какими-то, да, такими событиями, и когда куда-то ты попадаешь, то это всегда интересно, потому что это другая сфера, это другие люди, это, ну, это всё другой мир для меня, в принципе, это открытый космос, да, я захожу, мне там интересно. Учитывая, что ваша жизнь, как я понимаю, протекает за стеклом, вспоминаю, естественно, на телешоу, что у вас как раз тот повод для того, чтобы расслабиться. Вопрос еды, как мне кажется, для девушек вашей конституции весьма и весьма, как бы это сказать, важный и актуальный, да. Учитывая, что вы должны быть всегда в форме, что вы можете себе позволить, либо, учитывая колоссальные нагрузки, для вас это вообще не проблема? Ну, у нас есть спортсменки, которые, ну, у нас, во-первых, это сами спортсменки контролируют, потому что все взрослые, у нас нет такого, что, там, тренер приказал, да, там, что-то. Все прекрасно понимают, что нужно быть в хорошей форме. Есть спортсменки, которые, там, отказываются от ужина, просто либо как-то себя ограничивают. А в бассейне они потом не теряют сознание, потому что не хватает? У нас нет такого, что мы голодаем, мы не доводимся, то есть мы прекрасно осознаем, даем себе отчет, что это скажется на твоем здоровье, тебе еще в дальнейшем рожать детей и так далее, и так далее. У нас нету действительно проблем с анорексиями и так далее. Просто мы прекрасно отдаем себе отчет, что если тебе нужно похудеть, ты можешь просто себя не просто не ограничить полностью, да, а именно что-то убрать из своего рациона. Прощайте пирожки. Я по себе могу сказать, что, в принципе, никогда не худела, так сложилось, что я пока что имею такую возможность. Плюс вода, она точит, то есть все равно вода — это нагрузка, это все равно колоссальная нагрузка, и, в принципе, немного девочек, они всегда у нас себя как-то ограничивают. И, в принципе, даже нам на круглом иногда даже делают пирожки или что-то слоеное, если кто-то хочет, можно взять, съесть это, допустим, с утра или в обед, чтобы, допустим, не есть на ночь. А самое главное, большое, любимое, долгожданное лакомство для вас — это? Ой, так много! Ну, на самом деле, на сборах, на тренировках все время хочется шоколада. То есть это даже не что-то печеное, это шоколад, который вырабатывает гормон радости, которого тебе именно там не хватает. В принципе, вне тренировочного процесса я вот сейчас не могу сказать, что, ой, мне так хочется шоколадку какую-то, я, в принципе, могу ее не есть, я спокойно и без нее обхожусь. Но именно вот во время сборов хочется именно вот шоколада. Но вы можете его себе позволить? Мы не то, что можем себе позволить, мы даже его специально просим, чтобы нам давали, потому что в любом случае либо горький шоколад, он вообще, в принципе, полезен, молочный, конечно, меньше, но... Но он вкуснее. Вкуснее, да. В принципе, это необходимо спортсмену подстегнуть, добавить себе какого-то удовольствия в жизни, просто, в принципе, поднять себе настроение, вот именно в этом плане. Нам дают шоколадку, мы знаем, что она есть, и она нам помогает. Да, может быть, не физически, но эмоционально, да. А вот вы еще рассказали, когда у вас есть свободное время, вы любите прийти на фотосессии и примерить какой-то новый образ. Но мне кажется, что ваш вид спорта подразумевает как раз эксперименты всячески разные с вашей внешностью, с вашими костюмами, с вашим гримом. Вы же каждый раз воплощаете каких-то новых героинь, у вас шикарная хореография, у вас прекрасные костюмы. Мне кажется, у вас поводов, чтобы реализоваться, достаточное количество или еще чего-то хочется? Нет, просто в синхронном плавании, к сожалению, есть очень много всяких ограничений, всеразличных. То есть все равно мы делаем, в принципе, одинаковые прически, да. То есть, во-первых, мы все похожи, мы одинаковые. Иногда хочется быть отдельной единицей, да, хотя бы не в спорте. Все равно это купальник. Купальник не должен быть с рукавами. То есть это все равно это просто купальник, да. Как он расшит, это другой вопрос, это разные образы и так далее. В принципе, то, что мы делаем, действительно, это разная музыка, разный образ, но то, что на нас надето, мы не можем ничего себе позволить другого. Очень бы хотелось, да, но это невозможно, потому что это все-таки не зрелищное шоу, а это спорт. Есть соревнования, в которых можно себе позволить, да, что-то придумать и так далее, но это коммерческие старты, на которые мы не очень любим ездить, не любим отрываться от своего... Распаляться, да. Распаляться, да, и так далее. Тем более на этих стартах как-то пытаются отыграться на нас, да. Поэтому почему-то к нам очень требовательно относятся, и почему-то именно нам чего-то нельзя, когда всем остальным можно. Поэтому мы не понимаем такого отношения. И, в принципе, я считаю, это правильно, что мы пытаемся как-то игнорировать такие старты и основную работу, время уделять своей работе. Процесс создания купальных костюмов, процесс придумывания образа и прически, это всё дело ваших рук, это всё дело совместного творчества, или есть люди, что называется, специально обученные, которые говорят, будет вот так, вот так и вот так? Нет, это процесс, скорее всего, совместного творчества. Конечно, музыку ищет главный тренер Покросска Датьяна Николаевна, но всё равно она советуется с нами, что мы чувствуем, как мы чувствуем, где какие-то добавить акценты, где чуть-чуть сделать быстрее, где какую-то часть ставить. С костюмами, с купальниками то же самое, только, естественно, не мы руками шьём, всё-таки для этого есть специальные люди, которые этим занимаются, но всё равно мы совместно ищем, даже когда есть музыка, всё равно мы ищем этот образ на эту музыку. И уже совместно предлагаем какие-то идеи, дальше отвозим музыку человеку, который будет из костюма, она вместе с нашими мыслями, с музыкой, которую она услышала, с постановкой, которую она посмотрела, предлагает свои эскизы, и дальше начинается сложный выбор. Из этого всего общего количества мнений выбрать одно единственное верное. Поэтому это такой очень интересный, очень творческий процесс. И, в принципе, сейчас, когда я не занимаюсь конкретно своими тренировками, постановками и так далее, я понимаю, что хотелось бы развиваться. Всё-таки творчество есть во мне, то есть это не просто спорт, пробежал, проплыл, прыгнул. А именно, что это творческий процесс, где ты можешь раскрыться, что-то придумать, что-то внести своё, как-то по-другому посмотреть, что-то сделать. Именно совместно с тренерами. То есть через какой-то период времени про Александру Паскевич мы можем услышать, что она, например, костюмер сборной. О, нет. Нет, нет, нет. Максимум какой-то там, не знаю, помощник-постановщик кому-то, и то вряд ли сборная, да, потому что всё-таки это высокий уровень. А так нет. Я творчески имела, конечно, не конкретно, да, что я там буду что-то, а именно вот в процессе постановки. То есть я могу увидеть со стороны, там, могу придумать как, там, ну, вот что-то такое. А вот процесс создания музыки меня всегда достаточно интересует, потому как, ну, туда, это святая святых туда не пускают. Вот, это бывают люди, которые специально её отслушивают, вам приносят, либо это композиторы, которые её пишут, либо это какие-то мелодии, которые вы выбираете, а потом им композитор как-то её миксует или как-то перерабатывает. Как это происходит? Этим самым, наверное, сложным процессом занимается наш главный тренер, на который лежит огромная ответственность, естественно, за это. В принципе, очень долгое время мы просто, она сама искала музыку, не знаю, там, в интернете или ещё где-то находили. Последнее время это специальные, там, композиторы пишут что-то по заказу, чтобы хотелось именно, как бы, что она хочет, что она видит. То есть какой-то рождается образ, и пытается появиться музыка под него. Ну, а вам бывает, что вот под именно это музыкальное произведение не очень комфортно выступать? Ну, вот не ложиться, знаете, такое, ты начинаешь слушать, не ложиться, какой-то такой рваный ритм, может быть, резано что-то как-то вот, не идёт. Ни разу не было такого, чтобы мы выступали под ту музыку, которая прям вообще никому не нравилась, да. Было такое, что мы пытались, вот это всё происходит, всё это узнаётся на стадии постановки. То есть были моменты, когда мы брали музыку, мучились, мучились, прям, ну вот, ну никак, ну вот не ставится и всё, ну не знаешь, не можешь, никто, ни тренера, ни спортсменки, ну просто какой-то вот, не знаю, стопор, да. И тогда действительно начинаю думать, может быть, не наше, да, ну не идёт. А ты ведь слушаешь эту музыку всё время, ты же не один раз её послушала. Конечно, да, просто даже не ложится постановка. И уже, естественно, пропадает какое-то настроение, ещё что-то. Но, в принципе, наверное, это был какой-то там единичный случай. В принципе, всё, что за последнее время, какая музыка была, какие композиции, это, конечно, ну потрясающая музыка, я считаю. Поэтому не было даже таких споров. Были споры по поводу последней композиции, но какие были споры? Нам очень хотелось, чтобы была какая-то медленная часть, чтобы всё-таки движения были поспокойнее, чтобы мы могли отдохнуть, но её не было. Поэтому мы всё хотели, чтобы она была, чтобы нам было хоть как-то, чтобы как бы можно было развернуться, как бы показать какие-то плоскостные фигуры или ещё что-то. Насколько вы пластичные, насколько вы девочки. Да, мы решили взять забойным темпом, вот, поэтому мы выступали практически, у нас не было ни медленных частей, ничего такого. А насколько сложно выдерживать вот это выступление? Потому что оно в себя включает, допустим, ты выступаешь в финале Олимпийских игр, включают в себя многолетние тренировки, и за эти там несколько минут, которые ты непосредственно находишься в бассейне, ты и физически выплёскиваешься, и морально, и психологически. Вот насколько вот этот темп, заданный музыкой, насколько требования, которые задаются высокими Олимпийскими стандартами, как вы их выдерживаете? Сама не знаю. Но единственное, что, знаете, мне кажется, это похоже на то, когда женщина беременная, да, и будет момент родов. То есть сначала ты, ой, да, хорошо, я там беременная, потом тебе, когда становится тяжело, да, ты можешь, господи, да побыстрее, уже отмучиться, да. Но вот что-то с этим сравнимо, да. А потом, когда подходит момент, когда нужно рожать, это уже страх, да. То есть то же самое, когда ты ставишь, думаешь, ой, так всё здорово, так всё красиво, так всё классно. Потом ты начинаешь это отрабатывать, ты начинаешь ездить на соревнования, думаешь, да, быстрее бы уже закончился этот сезон, быстрее бы мне отдохнуть, я уже больше не могу. Когда подходит именно момент выступления, начинается страх. То есть ты столько готовился, ты столько для этого сделал. За тобой страна, да, за тобой там куча людей, там федерация, не федерация, родственники, друзья. Ты понимаешь, что ты просто, ну, вот должен сделать всё, да. Не могу сказать, что вот просто надо, да. Ты должен сделать то, что от тебя зависит на 100%, если не на 200. Поэтому, конечно, начинается мандраж, это нормально, это у любого, я думаю, спортсмена есть. Ничего там страшного нету, потому что мы всё-таки люди, мы не роботы. У нас есть какие-то эмоции. Вот, как это преодолевать, не знаю, просто идти и делать. То есть это преодолеть морально невозможно. То нужно просто начать. Вот с этой стороны, я считаю, что, скорее всего, тренерам тяжелее, потому что они стоят, они ничего уже не могут сделать. Они уже всё в нас вложили, а дальше только мы. И как мы сделаем, зависит только от нас. Всё время, пока мы выступаем, они стоят и мучаются, и ждут результатов и того, как мы сделаем. А мы в этот момент занимаемся другим, даже мыслительным процессом. Мы думаем, как нам это сделать, что нам сделать для этого. Как хорошо, что всё это заканчивается победами. Но вам теперь, я понимаю, хорошо можно идти смело в роддом. У вас теперь это получится просто шикарно. Надеюсь. Мы сейчас с вами прерываемся в очередной раз на выпуск новостей и потом уже завершаем нашу с вами беседу. Да, у нас тоже тот самый случай, когда вдруг исчезла музыка. Помните эту историю с вашим выступлением? Я не забуду этого никогда. Ну, напомню, что у нас сегодня спортивная по обычным нашим утренним средам программа «На своём поле». Александр Пацкевич у нас сегодня в гостях. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Ну вот, Саша, скажите мне, пожалуйста, когда говорят про художественную гимнастику, говорят, что Ирина Александровна Вина – это мама. Для вас, Татьяна Николаевна Покровская, это тоже мама? Или это тренер, это человек, чьё авторитетное мнение для вас является безукоризненным и чьё никогда не обсуждается? Безусловно, она наша вторая мама. Безусловно, она наш тренер. То есть мы с ней проводим времени больше, чем с родными и своими близкими. Мы с ней общаемся чаще, мы её видим чаще. И, конечно, её мнение всегда авторитетно. Это просто даже не обсуждается. И это правильно, и это должно так быть, и так будет. Не знаю, по поводу каких-то жизненных ситуаций, я всегда знаю, что если что, я могу подойти, что-то спросить, совет, что-то попросить, помощь какой-то моральной, не знаю, любой другой. И я никогда не буду этого делать. То есть нет такого, что «О, нет, я не пойду». Нет, абсолютно спокойно. Мы прислушиваемся, прислушаемся к ней. Ну, смотрите, ведь одно дело, когда тренер в зале, когда тренер с вами в бассейне, другое дело, когда, например, вы на базе находитесь, вы можете к ней прийти, просто поговорить. Ну, что-то наболело, где-то что-то там не складывается, может быть, там какие-то сложности с молодыми людьми. Ну, такое же тоже, к сожалению, бывает. Опять-таки, вашими же словами, все мы люди. Это тоже к Татьяне Николаевне? Ну, если это касается тебя и твоего травнировочного процесса, допустим, ты чувствуешь, что ты прям вообще измотался, да, либо тебе нужно куда-то отъехать, какие-то решить проблемы, если у тебя что-то не складывается, там, не знаю, в семье или еще где-то, то да, конечно, можно подойти, поговорить, объяснить свою ситуацию, что-то попросить, спросить совета, как поступить, и уже выслушать ее, выслушать ее мнение. Вот, конечно, думаю, что по поводу молодых людей никто к ней не обращался, потому что, ну, все-таки, для этого есть и подружки, для этого есть и мама, и сестры, и так далее. Не знаю, не считаю, нужно обсуждать это, как бы, с Татьяной Николаевной, потому что она человек, ну, все-таки, пожилой тоже в возрасте, она женщина, у нее есть свои проблемы, и она же не обязана с нами делиться, и тем более выслушивать их от нас. Зачем перекладывать свои какие-то личные проблемы на голову, да, другого человека, поэтому, если это касается тебя, тренеров, твоей работы, то все, что, все по этому поводу, ты можешь спокойно прийти, лично обсудить. Если это касается твоей какой-то именно интимно-личной жизни, да, там, именно молодых людей и так далее, то, ну, я просто не считаю это нужным. А когда у вас время-то на личную жизнь остается? Скажите мне, если есть 365 дней, у вас 300 на базе за стеклом, и вы видите все, как проплывающее мимо. Ну, вы знаете, несмотря на это, большинство девушек, которые, ну, не совсем молодые, да, сейчас уже такого возраста, как я, мы большинство имеем нормальную личную жизнь, у каждой девушки есть молодой человек. Когда же вы с ними видитесь, расскажите мне, или они тоже из спортсменов в основном, конечно? Нет, они не обязательно, да, спортсмены, абсолютно не обязательно, то есть люди разных профессий абсолютно, ну, а что делать, это, и, как я всегда говорю, это как вот женщины ждут мужчины из армии, ну, вот так вот, так придется подождать, это же не на всю жизнь, это же не навсегда. А вы сразу юношу, который вам понравился, предупреждайте, уважаемый, значит, я свободна по понедельникам с 8.15 до 8.30, Смотрите, свидания у меня могут быть только в пятницу и только 2 часа, и дальше, чем за 5 километров от дома, я уехать не могу, потому что я устаю. Ну, знаете, нет, такого, конечно, не было, чтобы прям так официально все, но люди, думаю, что люди, в принципе, понимают, если человек тебя любит, да, если он с тобой находится, он должен понимать твои обстоятельства, он знает, допустим, что ты ему не врешь, что ты действительно находишься, ты занимаешься именно делом, то есть это не какие-то отговорки, отмазки и так далее, вот, поэтому, ну, это жизнь, как бы, почему женщины ездят, там, не знаю, за мужьями в другую страну уже, в другой город. Саша, ну, вы говорите, что женщина ездит, а тут мужчина тоже. Здесь мужчина, ну, он же тоже занимается своим делом, он же не сидит, не кукует, да, он же не сидит на месте, все равно мужчины пытаются точно так же реализоваться, ну, что поделать, что приходится редко видеться, ну, каждый отдает себе отчет, что, во-первых, это приносит удовольствие, да, там, твоей девушке, она самореализуется, она этим занимается, плюс каждый отдает себе отчет, что завтра-послезавтра в любой день это может закончиться, и по любым обстоятельствам, да, это поэтому, это не навсегда, это не на всю жизнь, это работа, это работа, с которой ты, извините меня, стремился, да, с пяти лет, то есть, олимпийские игры, это цель каждого спортсмена, попадание, и если там какие-то призы, там, да, победа. Для вас важно или необходимо, или, наоборот, не нужно, чтобы присутствовали родные во время соревнований? Вас это отвлекает, вас это, наоборот, заставляет взбодриться и выложиться еще на 150 процентов? Ну, по поводу уже взрослых, да, таких международных спортов? Да, конечно, вы уже выросли из юниорских. Да, вы знаете, не только единственный раз я выступала в своих родных стенах, когда была возможность приехать, да, там, родителям или кому-то еще, в принципе, я была не против, чтобы кто-то приехал, но когда я узнала, что никто не приедет, я особо не расстроилась. Все равно, но когда ты выступаешь, ты все равно думаешь, да, что ты ответственна, что за тобой страна, за тобой люди и так далее, но когда ты еще и видишь, допустим, своих близких, то все. Вот для меня я прям начинаю еще больше переживать, нервничать, как, и я считаю, что, в принципе, если бы они были, но я об этом не знала, вообще шикарный вариант. Так бывает? Или они не успевают за вами ездить по соревнованиям? Ну, конечно, нет, не успевают ездить, тоже люди все занятые, но я как бы особо не радуюсь, да, если есть такая возможность. Хорошо, приедете, хорошо. Не приедете и еще лучше. Не приедете, ну, и еще лучше, да, в принципе, я не расстроюсь. А для вас главный критик кто? Вы сами, когда вы понимаете, что где-то там вы не доделали, где-то не докрутили, не довертели, для вас тренер, который сказал, Саш, вот тут недоработка, либо все вместе складывается, и вы какую-то объективную картину составляете относительно вашего выступления. Как это происходит? Ну, вы знаете, конечно, после каждого выступления мы садимся и начинаем работать над ошибками вместе с тренером и так далее. Даже тогда, когда вы выиграли Олимпийское золото, все равно вы начинаете работать над ошибками? Ну, в принципе, да. В принципе, да, потому что все равно спорт не стоит на месте, спорт все время развивается, и нужно быть в ногу со временем, да, нужно просматривать выступления других команд, там, что-то подчеркивать для себя, смотреть свои выступления, искать свои какие-то недочеты и так далее. Не знаю, конечно, когда Татьяна Николаевна делает какие-то замечания, естественно, я не могу их не исправить и не обратить на них внимание, вот. Но так как у Татьяны Николаевны, помимо меня, еще семь человек, конечно, она во мне именно, да, конкретно не все видит, остальное вижу я сама. И вы себя поедом видите. Что мне в себе не нравится, и я пытаюсь, помимо каких-то замечаний тренера, корректировать свои движения самостоятельно еще. Ну, я думаю, что этот вопрос вам задавали десятки раз и зададут еще раз. Планка, которую подняли тренеры и девчонки, которые были до вас, и вы в синхронном плавании в российском, она очень высокая. И каждая награда, если она не золотая, воспринимается и вами, и болельщиками, как некий неуспех. Вот в этом постоянном прессинге и в этом постоянном нахождении высшей точки, оно ведь очень тяжело и физически, и морально, и психически, и всячески тяжело. Вы в этом все время. Действительно, это, не знаю, не передать словами, когда десятилетия, да, уже Россия на первом месте. И, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что наш вид спорта субъективен, да, и необъективен абсолютно. И, в принципе, может даже, ну, не все от нас зависит, да. Есть какие-то все-таки политические моменты в нашем спорте. Это, во-первых, это же международные соревнования, и судьи международные из разных стран. Может сложиться все, что угодно, да, вне зависимости от того, как мы сделаем. Просто судье там что-то не понравится. Можно придраться к чему угодно, понимаете. А когда вы все время побеждаете, хочется засудить. Да, да, начинается вот именно вот это вот давление, что, ну, не пора бы уже кому-то, да, там, уступить. Вот, это действительно тяжело выдержать морально, и именно во время соревнований, когда все спрашивают, ну, когда следующая золотая медаль? Да, слушай, я говорю, я не знаю, когда, когда надеемся, когда мы выиграем. То есть это вот давление, что на нас, ну, в принципе, на всех соревнованиях крупно на нас заранее вешают медали, и говорят о том, что, ну, если спортсменка попала в сборную команду, ну, все, она олимпийская чемпионка. То есть, в принципе, для этого делать-то особо ничего не нужно. Просто главное попасть и приехать на эти олимпийские игры. А дальше уже, как бы, да, все уже заведомо ясно. На самом деле это абсолютно не так. Но ведь это неправильно. Изначально и вам установка такая неправильная дается, потому что многие забывают о том, что у вас есть 12 часов в день тренировок. Это неправильно, но с этим невозможно бороться, потому что количество прессы, журналистов и так далее гораздо больше, чем нас. Не успеваете всем рассказывать. Да, много мнений, каждому, естественно, не донесешь, не объяснишь. У журналистов такая профессия, нагнетать, что-то выяснять и так далее. Это их работа, они этим зарабатывают на жизни. Мы плаваем, да, занимаемся своим делом, поэтому кому-то что-то объяснять бесполезно. Попытаться просить, просто либо промолчать, либо поддержать, в принципе, тоже. Либо просто быть корректным. Да, люди, которые поддерживают, поддерживают всегда, и это самое главное. То есть журналистом, Саша, по окончании карьеры вы точно не будете? Хотя, судя по тому, как вы хорошо говорите. Это интересно, но я знаю, что я не могу быть желтым журналистом, потому что я не смогу провоцировать людей на какие-то там, или писать какие-то гадости. Будете комментатором, который будет профессиональным голосом рассказывать? Ну, вот это, кстати, очень интересно. Если будут такие возможности, я с удовольствием бы себя попробую. Насколько я знаю, Оля Брусникина, она как раз сейчас тренер и детский тренер. Например, вы себя видите, вот буквально на полминутки вам ответ в качестве тренера, или что-то уже от синхронного плавания хочется отойти после карьеры? Очень не хотелось бы, конечно, не буду зарекаться, но я очень боюсь детей, потому что я боюсь, что я их покалечу именно, потому что я не могу, когда они что-то не понимают, мне хочется, чтобы они все здесь сделали хорошо, и не хотелось бы, конечно, дальше свою жизнь связать именно в бассейне с синхронным плаванием. Если будет возможность, какую-то другую работу, может быть, в сфере спорта, но не конкретно с детьми в бассейне. Давайте, мы не будем так далеко заглядывать. Мы как минимум хотим вас в 2016-м в Бразилии увидеть на Олимпиаде. Не будем вешать вам никаких наград, но пожелаем вам просто здоровья и действительно показать то, на что вы готовы и к чему будете готовиться. Ближайший олимпийский цикл. Ну и, конечно, удачи нашим спортсменам на Олимпиаде в Сочи. Да, всем удачи, держитесь, ребята. Это был Александр Пацкевич у нас в гостях, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Ну и в связи с тем, что до Сочи остаются буквально считанные дни, напутствие от олимпийского чемпиона, тренера, фигуриста Александра Журина. Ну а мы увидимся и услышимся через неделю.